Ладно, вы здоровые, общество такое, то другое. А дальше что? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Он ко Христу-то не ведет. А Христе речи вообще нигде нету. Ну да. За здоровый образ жизни. А дальше он вкрапляет все, что хочет. Теперь какое кедровое масло, где как помазание. Дальше он привязывает человека как аса. Болен ногами, говорит, ты взыскал врачей, а не Господа. Ну читай уже. Писание говорит. Так врачи нужны. Но молиться надо, иной раз в их руках бывает успех, Серахов говорит. Я говорю то, что достоверно знаю. Вот мы в деревне идем, люди принимают все. И вот в одном месте вышел здоровый такой дядька. Ляжь иди. Ляжь иди. Я не делюсь вот там. Она знает, она себя определит, куда надо ей. И сразу против. А кто вас благословил? Я показываю благословенную у меня грамоту от литрополита. Рядом девочка стоит. Мы дальше идем, женщина. А женщина говорит, а вы были в этом доме? Я говорю, были. Я говорю, интересно, везде принимают. А тут вышел прям, как будто враги какие-то. Так это батюшка, он запрещенный, он за это делает. Но он поп, он при должности. Он сейчас не работает. Его запретил архиере, он спился. Но он на страже стоит того, что он научен. Ему ни в Евангелии ничего не надо. Одно, кто разрешил? Да кто тебя разрешил, спрашивает проповедовать? Христос разрешил. Он не знает. Он говорит, идите по всему миру. Какое разрешение? А вы Евангелие раздаете. А кто разрешил Евангелие считать? Да Евангелие какое разрешение? А вы благословения получили, но это они сумасшедшие. Это я к нему должен теперь прийти, разрешите мне Евангелие посчитать. А где Дух Божий? Они совершенно не знают жизни во Христе. Это абсолютное большинство. Притом абсолютное. Вот представьте, Евангелие вот эти вот, вот, трехтомник. Мы не знаем, как священникам передать. Они друг друга боятся. И наконец-то и партихальное собрание, и мы туда выстроили с разных сторон машины. И когда выходили, в пакет заложенный, и мы им подали. 125 священников получили вот эти пакеты. И похваляются некоторые. Один вышел, братья, сестры, на улице-то холодно. Да, батюшка, холодно. А вот у нас тепло, тепло. А знаете почему? Игнатий подарил Евангелие, я их сжег сегодня, поэтому у нас тепло. А делая грех, стыдятся ли они? Нет, у них бесстыжие висы, Писание говорит. Они антихристы. Ну как это Евангелие сжигает? Ну как батюшки? Сжигает батюшка. Ну как? Так, так я услышала? Никогда не привыкай спорить. Я говорю то, что есть, и то, что он открыто заявляет. А Евангелие чьего издания? Регионы? Да синодальные издания. Какое же издание-то? Ты спрашивай, какой перевод? Я напечатал. Я вам напечатал синодальные. Что, она не действительно стала? Они не печатают. Я издал 200 тысяч экземпляров. И раздаю, и что? Ксерокопия одинаковая. Оттуда, ну, буква к букве. И что, не ладно? А кто благословил? Да не надо благословений никаких. Благословения Бог дал. Идите по всему миру. Я рассказываю, на ваши вопросы отвечаю. И кто против? Попы больше никто. Никто и кого не натравили. Это хула. И вот это нам нужно сломить и течение повернуть вспять. И люди, которые знают, как мы трудимся в евангельском духе, вот как Тамара говорит, услышала, приехали, сказали в Барнавуле, православные проповедуют. Она услышала, тебя удивило. Она молилась, еще не зная моего имени. Сегодня та же самая обстановка. Люди, которые знают, а теперь я через интернет имею общение с сотнями тысячами, с миллионами людей. И все удивляются. Вы все это знаете в православии, в мертвом находитесь, трупопоклонники там с мощами. Как вы это можете делать? Мне, мне, со всех сторон меня долгают. Но и действительно так. Если бы было священство рукоположного баптистов, я бы дня ни одного здесь не был. Но я знаю, там не церковь, я тружусь здесь. Сколько есть священников, которые стали священниками в моем доме. И все они в патриархии. Они ничто во внимание не берут. А почему? И Сидор Пелосиот, такой святой был, он говорит, предвзятость, ну заранее настроенный против, не дает здравого мышления. Согласны? Ну да. А злоба вообще отнимает разум. И они злобятся. И вот вызывают, не вызывают, а у нас встречи начались в епархии. И все это в интернете выставлено, заснято. И беседуя сначала у нас, я ни слова не произношу. Они говорят, договорились поровну, чтобы было их четыре священника. Ну все как надо идет. Но, вот наконец, отец этим говорит. Сейчас тема о благовестии. Я-то не благовестия, вот брат у меня, он имеет опыт. Пускай он скажет. Так, я не пойму, еще на нее внимание ты смотришь. Я смотрю не на нее, а на часы хочу. Так идти надо? Сколько времени часы. Кушать надо. Давайте за стол тогда. Если такое дело. Давайте, мы пойдем приготовим.